Добрый день всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о человеческом зрении, о том как устроен глаз, об аккомодации хрусталика, которая позволяет нам одинаково четко видеть предметы, находящиеся вдали и находящиеся вблизи от нас, о дальнозоркости и близорукости и о том, как с помощью очков можно компенсировать эти дефекты зрения. А начнем мы с устройства человеческого глаза. Глаз со всех сторон окружен плотной оболочкой, склерой. Внутри этой оболочки в основной части глазного яблока находится прозрачное стекловидное тело, а передняя часть заполнена так называемой камерной влагой. Прозрачная передняя стенка склеры называется роговицей. За роговицей находится радужная оболочка со зрачком в ее середине. Зрачок – это окошко, через которое свет входит внутрь глаза. При ярком освещении зрачок сужается и пропускает меньше света, а в темноте расширяется. За зрачком находится хрусталик – главная линза, которая строит изображение предметов на сетчатке, находящейся на задней стенке глаза. Светочувствительные элементы сетчатки – колбочки и палочки – передают зрительный сигнал по глазному нерву в мозг. С анатомией глаза мы уже познакомились, а теперь будем иметь дело как настоящей физики с простой моделью. И главной частью этой модели является вот этот хрусталик, который состоит из двух упругих пленок, между которыми налита вода. И изменяя давление воды с помощью шприца, можно изменять фокусное расстояние хрусталика, фокусируясь то на близких, то на далеких предметах. А теперь перейдем к сборке нашей модели. Кладем хрусталик, дальше идет радужка, накрываем ее роговицей, и, наконец, закрываем роговицу передней частью склеры. И наша модель собрана. И теперь мы можем начать эксперименты. Мы установили глаз напротив прожектора с треугольной маской. Включаем прожектор. И на задней стенке глаза появилось достаточно расплывчатое изображение, потому что хрусталик был в случайном положении. Сейчас я его подфокусирую, нажав на шприц и сделав линзу хрусталика более выпуклой. Вот изображение стало более четким, но оно все равно остается недостаточно резким из-за сильного рассеяния света в толстой пластмассовой стенке глаза. Поэтому я заменил толстую заднюю стенку глаза на совсем тоненький экран, и снова провожу фокусировку. И мы видим, что получилось чрезвычайно четкое изображение, на котором можно различить даже отдельные светодиоды нашего прожектора. А теперь обратим внимание, что это изображение перевернутое. И сейчас мы объясним, почему так происходит. Нарисуем лучи, идущие от верхней точки предмета. Они фокусируются в нижней части сетчатки. И точно так же лучи, идущие от нижней точки предмета, фокусируются в верхней части сетчатки. Поэтому изображение предмета и получается перевернутым. А в нормальное положение изображение переворачивает наш мозг. А сейчас мы поговорим о таком свойстве человеческого глаза, как аккомодация. Это способность глаза видеть одинаково резко как предметы, находящиеся где-то вдали, так и предметы, находящиеся достаточно близко от глаза. И для того, чтобы наводить глаз на резкость, хрусталик должен изменять свою оптическую силу. А это значит, он должен изменять кривизну своей поверхности. И за это отвечают специальные мышцы, которые находятся внутри глаза. В качестве источника света мы взяли три ярких светодиода. И они расположены на расстоянии 50 см от хрусталика глаза. При этом изображение четкое и сфокусированное. А теперь предвинем светодиоды на расстояние 20 см. И изображение расплылось. Потому что лучи света, идущие от светодиодов, расходятся на больший угол. А чтобы их сфокусировать, нам нужно увеличить оптическую силу хрусталика. А для этого надо увеличить его кривизну. Что я сейчас и сделаю, увеличивая давление внутри хрусталика. И вот изображение снова стало резким. С аккомодацией мы разобрались. А теперь поговорим о близорукости и дальнозоркости. Если я сниму очки, то далекие предметы я вижу весьма расплывчато. А буквы в книжке я вижу резко, только если поднесу книгу на небольшое расстояние до глаза. И такой дефект зрения называется близорукостью. А получается он потому, что оптическая сила моего хрусталика слишком велика. И чтобы подкорректировать этот дефект, я ношу очки с рассеивающими линзами, как говорят минусовыми, с отрицательной оптической силой. А дальнозоркие люди, наоборот, далекие предметы видят четко, а близкие предметы расплывчато. И это происходит потому, что их хрусталик имеет недостаточную малую оптическую силу. И чтобы скорректировать дальнозоркость, они носят очки с собирающими плюсовыми линзами, у которых оптическая сила положительная. А сейчас мы проделаем все то же самое, но уже на опыте. И сейчас модель нашего глаза работает в режиме близорукости. Источник света расположен достаточно далеко, а изображение, получаемое на экране, расплывчатое. Я теперь поставлю прямо перед хрусталиком глаза рассеивающую линзу, и изображение стало значительно резче. А для того, чтобы перевести глаз в режим дальнозоркости, мне нужно уменьшить оптическую силу хрусталика. И теперь изображение удаленного предмета вполне резкое. А вот если я придвину его близко, оно сильно расплывается. И теперь для того, чтобы его скорректировать, нужно поставить собирающую линзу. И мы видим, что действительно изображение стало значительно резче. И вот мы с вами обсудили основные свойства глаза как оптической системы. Но, впрочем, за кадром остались многие другие интересные вопросы. Такие как механизмы цветового зрения, бинокулярного зрения и многие другие. Ну, а сейчас я перейду к нашему традиционному заключительному вопросу, и он будет звучать так. Когда человек с нормальным зрением ныряет под воду, то он видит все предметы весьма расплывчато. Но стоит ему надеть маску или очки для подводного плавания, как сразу же изображение снова становится резким. Почему же так происходит? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.